То, что мы знаем, ограничено, а то, что не знаем, бесконечно. Здравствуйте! В эфире программа «Новка Дагестана» и сегодня мы с вами обсудим то явление и ту составляющую культуры и истории Дагестана и всего Кавказа, из которого невозможно представить ни одного горца и ни одного кавказца. Это оружие. Читается, что на земле не так много культур, где оружие, именно холодное оружие клинки имели сакральный смысл и являлись носителем духа. И можно сказать, что на острие кавказского кинжала заждилось все мироощущение и эстетическое понимание бытия каждого горца. И эту нашу передачу мы сегодня ведем и будем говорить с моим гостем. Это Камир Хайдаков, коллекционер, оружейный эксперт, можно так его назвать, и автор книги «Шамшир». Ваша книга, она, появившись в виде света, она произвела довольно сильное впечатление на меня, поскольку, увлекаясь как настоящий кавказец холодным оружием, я, естественно, не мог не отметить подборки материала. И очень хороший исторический экскурс. Как я уже говорил, таких культур немного. Это можно привести к культуру меча у самураев. Особенно отношение к мечу у древних викингов фактически неотражимое от непальской культуры форму кукри. Ну и ряд других таких проявлений и фактов. Но именно кавказский кинжал является таким, наверное, наиболее ярким представителем и явлением в этой череде. Поскольку более красивого оружия, на самом деле, трудно придумать. Я согласен, да. И, ну, в данном случае пойдет не только о кинжале, речь пойдет о, собственно, холодном оружии. Дагестанское, в данном случае будем говорить в основном о дагестанском оружии, конечно, и оттуда не все кавказское. Кавказское, оно происходило не само по себе и создавалось тоже не без оглядки на другие. Соответственно, было влияние, были контакты наших предков с различными народами, с различными государствами. И это, несомненно, откладывалось на клинках. Откажите, пожалуйста, о истории влияния на кавказское оружие, на дагестанское оружие различных сил и, может быть, течений, влияния в оружие на искусство. Да, конечно, взаимовлияние и культур, и в том числе культура производства оружия, оно существовало во все века, потому что при различных столкновениях разных империй и народов, так или иначе, оставалось то оружие, которое помогало побеждать, соответствовало современному для своего времени тактике, защитному вооружению и, в общем-то, технологиям изготовления разных образцов. Ну, чтобы сразу закончить с кавказским кинжалом и сказать пару слов, я тоже считаю, что это один из наиболее совершенных видов оружия по своей удивительной простоте формы и универсальности. Надо понимать, что вот обоюдоострый кинжал, который называется кама у некоторых кавказских народов и тюркских, это оружие самое основное на Кавказе. Оно, в общем-то, бытовало практически у всей мужской части, начиная с юношеского возраста, и использовалось и в обиходе, и в боевых действиях. Было неотъемлемой частью и костюмой жизни. Конечно, совершенно верно, да. Окончательно, конечно, из боевого непосредственно оружия в декоративно-прикладного, как атрибут костюма, это уже конец 19-го, начало 20-го, мы к этому вопросу вернемся. А как боевое, это, конечно, оружие пеших воинов, оружие колющего характера для ближнего боя, которое позволяло пробивать кольчужные доспехи. Мы знаем, что острие было ромбовидной формы и позволяло проходить через кольца. Это оружие было очень опасным, потому что такие удары были весьма серьезными, и длина оружия, в общем-то, доходила до 70 сантиметров. То есть я бы разделил кинжалы кавказские, вот типа Кама, как будем называть, на парадные повседневные, это могли быть небольшие кинжалы, которые не мешали ходить. В среднем большой кинжал весил около 500 грамм, то есть это довольно тяжелый вес, несмотря на долы, которые облегчали немножко вес клинка, но тем не менее. Это очень опасное оружие было. Боевые кинжалы имели, как правило, удобные ручки для взрослого мужчины, она хорошо лежала в руке, позволяла обхватывать. А вот маленькие ручки, вот это, мы сразу коснемся до этого вопроса. Я вам хотела представить, да, кинжал, вот классический кинжал. Это 20-й век, конечно. 20-й век, да, но в целом он фактически и несет в себе все те черты, о которых вы уже говорили. Да, совершенно верно. Вот обратите внимание, вот коснемся ручек. Вот почему все говорят маленькие ручки? На самом деле вот те, то оружие, которое попадает из Ирана и Индостана, вот сабли, например, тальвары, шамширы, они иногда имеют маленькую ручку. И вот взрослый мужчина, например, крупный, если он ее возьмет, у него может даже рука не уместиться. То есть межинец остается вне. Ну, иногда, да. Некоторые бывают с удобными ручками. И, что удивительно, шлемы булатные, которые там из Индостана или иранские, они тоже на голову не всем налезают. То есть они довольно маленького размера. Народ был мельчий. Мелковат, может быть. Это как одна версия. Но в данном случае не к кавказскому оружию. Конечно, надо понимать, что есть теория, что кинжал держался с упором в ладонь, и он позволял его перехватывать, фехтовать, всякие делать интересные движения. Тоже как-то сомнительно, потому что все знают, боевое столкновение скоротечное, а там скорость особо не пофехтуешь. Кавказцы очень хорошо дрались. И перехват – это уже опасность потери клинка. Это ближе к кино, конечно. Конечно. По реальной версии, это все-таки экономия серебра. Серебро же на Кавказ в массовом порядке хлынуло после вхождения в Российскую империю. В отношении Кавказской войны. Да, да, да. Почти 50 лет она шла. И серебро, конечно, и раньше применялось, но это был атрибут богатых людей, которые могли себе позволить такое дорогое оружие. И вы представьте, делать вот такую ручку, 10 сантиметров, или маленькую, это довольно существенно было. Кость довольно дорогая была, слоновая или моржовая, тоже могло быть. Но все-таки я становлюсь ближе на версии, это изменение боевой функции кинжала в статусную, вот как сейчас дорогие часы любят бизнесмены, и атрибут костюма. То есть все-таки этим кинжалом можно было заколоть, если захочешь, но все-таки он еще и эстетические функции выполнял. То есть старые кинжалы, скорее всего, имели более большую, более удобную длину рукоят. Ну, это очевидно, потому что, ну, ни я бы, ни вы, Магомед, не пошли бы в бой с кинжалом, который вот так держать надо, правильно? Мы бы взяли, наверное, хорошую вещь, которая сбалансирована, и можно и в случае чего не подведет. Камиль, вы уже говорили о длине кинжала, и некоторые вот, раз мы сейчас на данный момент застрели наши беседы именно на этой части кавказского оружия, длина кинжала 70 сантиметров, это, наверное, все-таки ближе к Восточному Кавказу, и Дагестан, где-то, может, Чечня, а ведь в Западный Кавказ там бытовали менее длинные иные, и совсем иные по форме кинжалы, и код на уже было несколько другого плана. Ну, да, есть такой момент, например, тифлийские кинжалы, которые атрибутированы как начало 19-го и редкие экземпляры конец 18-го, они имеют небольшие, ну, среднего размера клинки, хотя в Грузии есть регионы Грузии, где довольно крупное оружие есть. И в Сурске. Да, совершенно. Это, по-моему, ближе к нам, и, возможно, было влияние именно с нашей стороны. Я думаю, что это просто все-таки бытовали и те, и другие. Давайте начнем с того, что все воевали, и они, вот эта форма и размеры, это было отрабатывалось веками и выбиралась та форма, которая удобна, во-первых, по росту, которая удобна для пробивания защитного вооружения, ну, маленьким, наверное, кинжалом что-то можно пробить, а где большим еще можно рубящий удар нанести, да, когда... Еще надо отметить, что все-таки боевой кавказский кинжал, он зачастую используется и как основное оружие. Конечно. Не сабля, не шашка. Конечно, конечно. В бою, особенно вот в тесных помещениях, в обороне сакель, в обороне больших сел, большая сабля была абсолютно бесполезна. Не развернешься, да, маленький. Именно кинжал... Это основное оружие Кавказа, и более того, эта форма, я считаю, что она пошла, начала распространяться в другие регионы. Даже есть версия, что в Иран как бы пришло с Кавказа эта форма оружия, хотя в Иране были такие кинжалы большие, мы там встречаем. В Турции в музее лежат кинжалы Кама, в очень характерном кавказском стиле орнаментированном. За тем, что можно сказать. Конечно, сабли тоже они были, и шашки были. Но мы же в летописях читаем, когда шамхальское было, шамхала вот Казякумухи, 15-16 век, там есть описание, что под знамя шамхала могло собраться до 100 тысяч воинов, пеших и конных. Ну, надо понимать, что основная масса народа не очень богатая была, лошади были не у всех, потому что поэтому и пеших воинов тоже было много. Вот это самое основное оружие, конечно. Мы упомянули шамширы, я упомянул Вашу книгу о шамширах. Шамшир – это название персидской сабли. Совершенно верно, да. И Ваша книга, она, по-моему, одна из немногих трудов, если, наверное, одна из уникальных трудов России, которая рассказывает о истории и о бытовании этого вида холодного оружия на территории России, не только Дагестана, на Кавказе. И я бы хотел поговорить об этом. Ну, кинжал кинжалом, но полный комплект, воинский комплект горца, он включал в себя кинжал и саблю, впоследствии шашку, до подникновения и подникновения огнестрельного оружия, естественно, лук, дротик и так далее. Но почти со времен, наверное, Средневековья сабля так или иначе фигурирует в Дагестане. И это мое снимало свидетельств. Я знаю, что Вы проводили исследования влияния арабов, влияния затем монголов. И очень интересные факты были обнаружены, и Вы их озвучили в Вашей книге. Да, это интересно, конечно, посмотреть, как эволюционизировала вот эта сабля в разных регионах, регионах, Индоперсидский регион очень огромный был. Ну, шамшир, это Вы, как правильно сказали, в переводе это просто сабля-меч. Раньше шамширом называлось любое оружие с прямым клинком, с длинным и с изогнутым. Впоследствии этот термин как-то сместился в XIX веке и стал определять саблю с признаками характерного сильного изгиба, тонким, узким, длинным клинком, равномерно сужающимся к острию. Классический персидский клинок. Да, классический персидский клинок. Иранское оружие было очень востребовано и очень ценилось. Начиная как бы с того, что русские цари, Иван Грозный, мы видим оружие того времени, там иранские клинки турецкие. В Турции мы видим иранские клинки. На Кавказе, в Средней Азии, Самарканде, везде иранские, даже и в Индии, естественно. Эти клинки, как правило, это оружие конницы, это рубящая сабля. Изогнутость позволяла, она доходила до 45% и позволяла всаднику, имеющую небольшой вес, нанести сильный рубящий удар, как вот говорят казаки, удар с потягом. При ударе шашкой делается движение немножко на себя, а при таком сильно изогнутом клинке сама геометрия как бы делает... И не требуется, да? Да, вот эту функцию просто нужно... Здесь сильное распечение, последствия не клинка. Да, нужно просто быстро и сильно ударить. Клинки были довольно тяжелые. Шамширы там разброс по весу... У меня есть клинки 17 века, вес у них килограмм-килограмм сто. То есть это довольно массивные клинки, хотя узкие, длинные. Естественно, такой клинок существует, бытует мнение, вот я читал в литературе, что шамширами били в основном слабозащищенных воинов и как бы вдогонку как бы... То есть он не мог разрубить доспех? Да, доспех, да. Ну, я думаю, что если вот такой килограмм обрушится на шлем, есть об этом тоже в летописях, шлем не разрушался, но от головы там ничего не оставалось. Да, да. То есть это страшное оружие. Потом, естественно, попадает шамшир, где-то средний вес у них 700 грамм. То есть где-то это легкая такая сабля, очень скоростная. Сабли такого типа не только... Ну, у монголов были похожие, конечно. Нельзя сказать, что у монголов шамширы были. Но, например, уже Тамерлан, мы можем предположить, что в то время мы видим предметы изобразительного искусства, Федрооси, Шахнаме, там у нас дошли вот эти вот гравюрки, где мы видим уже сабли с классической такой шамширной формой. Уже 15-й, 16-й, 17-й век мы видим классические шамширы. У нас в сценах сражений, охоты, ими охотились. Это была забава. Шамширами рубили косуль там во время охоты. Да, и об этом тоже есть очень красивая сабля, рисунки. Вот, это мы можем видеть во многих музеях. Ну, шамшир, он получил широкое бытование, именно как сабля в Дагестане. И немало клинков, произведенных в Дагестане, имеют именно форму, классическую персидскую форму. Они сохранились, они есть в музеях. И они, насколько отличалась ковка дагестанская, будем говорить так, и классическая персидская ковка. Ну, вопрос, как бы, действительно интересный. К сожалению, вот, что касается кавказского оружия, и в частности дагестанского, мы с вами оказались, все жители Дагестана, в той ситуации, что изучаемое нами оружие, это оружие в основном 19 века и начала 20-го. Ранние образцы практически не сохранились. Их нет. То есть у нас огромный пробел. Ну, есть оружие, которое можно атрибутировать как конец 18 века, но там переделаны есть рукоятки, оправы. И достоверно, к сожалению, мы не знаем, какие мастера их ковали. Все это точно, достоверно нельзя сказать, что это оружие. Поэтому причин это много. Во-первых, у нас оружие, мусульман же не хоронят вместе с воином погибшим. Да, оно оставалось в семье. Оружие использовалось по прямому назначению. Стали на Кавказе не было хорошей. Поэтому если сабля ломалась, ее перековывали. Она переделывалась по веянию моды. Оправы менялись, ручки менялись. Потому что материал, действительно, мы не имеем... Персидское и индийское оружие, оно, как правило, булатное. Что касается оружия, произведенное в 15, 16, 17, 18 веке. По моему мнению, булат перестали отливать уже в 18 веке. То есть был утерян секрет. То есть даже в Персии и в Индии? Ну, в Персии, как бы, считается, что они еще раньше потеряли. Но некоторые исследователи считают, что источились рудники в районах Дамаска, Сфатхана и так далее. И считается, что, ну, мое мнение такое, я к нему склоняюсь, что осталось очень много слитков. Потому что они вывозились и из Индии в массовом порядке, и в Дамаск, и в другие регионы. И уже местные мастера ковали из булата оружие. Вот, например, в Грузии ковали тоже булатное оружие, по всей вероятности, из индийского железа. То есть слитки – это те самые наборы с прутев, сбитых вместе? Нет, нет. Слитки давайте мы разделим, значит, вот есть даже в 19 веке была путаница. Вот называют дамаски, булаты, узорчатые стали. Вот сейчас я считаю, что надо правильно называть литой булат. Это вот вудс – сталь, которую лили в тигле несколько часов и варили в Индии. Во время остывания стали там образовывались узоры из перлита. Это феррум-С3, карбид железа перлит. Он на рисунке, белые такие прожилки, на фоне феррита. И вот такой получился, Аносов называл это недоваренной сталью, как бы такой композитный вариант, когда карбид не растворялся до конца в стали. Вот это вот булат. Аносов, надо сказать, что это один из самых известных оружейников в России. Он открыл, да. Работал в Атаусте и считает вас создателем секрета булаты. Это уникальная личность, конечно, всемирно известная. Но, к сожалению, после него тоже булаты не могли получить такие, какие он получал. И поэтому, конечно, ценились булатные клинки. А дамаски – это вот то, что вы говорите, это пакет, составленный из нескольких металлов. Иногда они бывали разные, с разным содержанием. Разные крепостей, да, разные природы. Да, да, да. И вот это чередование разных металлов давало вот такую многослойную форму, и тоже были узоры. То есть бытовали одновременные дамаски, булатные клинки. Но дамаски, я думаю, получали… Вот почему дамаски называли? Купцы европейские возили все из дамаска. И дамаском могли называть даже ткани, которые там покупали. И ну и прижилось к металлу. А попадали оттуда и булатные клинки, и литые, и сварные, вот что касается. А в Дагестане все-таки делали сварные клинки, то есть многослойные, путем многократной проковки, с флюсами, порошками. И эти клинки были очень хорошего качества. Делали из как бы цельного куска металла, проковывали. Поэтому у нас были хорошие оружия, но вот я не нашел источников, которые доказывают, что у нас лили булат в Дагестане. То есть, собственно, вудса к такому в индивидическом понимании у нас не делали? Ну, по крайней мере, мы этого не знаем. Может быть, найдут печи с остатками тиглей, которые… Для того, чтобы варить такую сталь, нужно было очень долго держать высоко температуру. Это должны были быть специальные печи с некоторым подувом, естественно, ручным в то время. А у нас лили в основном получалась крица. Это такая смесь угля с металлом. И вот его многократно проковывая, в том числе его чищали таким образом от шлаков. И как раз многослойная ковка – это, может, следствие как раз вычищения вот этой стали. И вынужденная, скажем так, такая вещь. Вот у японцев несколько другая технология. Они оставляли сталь некоторое время в земле, чтобы она… И, кстати, говорят, что на Кавказе тоже делали. То есть, зарывали прутья, сталь, железо с примесью серой фосфора выедалось. Быстрее уходило. Уходило, да. Вот остатки. Японские мечи – это тоже, по сути, технология сварного Дамаска. То есть, это многослойная ковка. В какой-то степени это родственное именно кавказское оружие по форме обработки металлов? Дело в том, что эта технология одновременно была и в Китае, и в Малайзии, и в Аравии. То есть, это было… и скандинавские мечи такие же делали. Поэтому это… ну, просто это такая технология, которая по-другому хорошего качества не ковала с оружием. – Говоря о дагестанских клинках, вот, можно заметить, что некоторые из наших сабель, они несколько шире и тяжелее, чем классический пельский шамшир. Это связано с тем, что не всегда было сталь хорошее качество, и, возможно, вот такой увлечением толщины клинка, его ширины, пытались достичь нужной крепости. – Возможно, и так, да. Может, ваша версия и правильная, но все-таки сабли делались под вес, подрос весовые характеристики человека, хозяина, конечно, да. И еще я хотел бы отметить, что на Кавказе была зонная закалка клинков. И это что значит? Вот японцы глину уже использовали, мы тоже использовали глину, и это видно на некоторых кинжалах. И у нас вообще, что касается вот кинжалов обоюдоострых, вот, как мы сказали, называемых кама, у нас на Кавказе и аварцы, и даргинцы, и кумыки, и козекомукцы, и амузги выработали свою технологию ковки. У нас было три пластины металлические, в центре ставили более твердую, но здесь, к сожалению, этого не видно, просто делалось три вот так вот полосы, в центре была высокоуглеродистая сталь, а сверху и снизу более мягкая. Вот в них и делались долы. – Ничего, можно было стругать. Ну, потом закаливали. И потом у некоторых мы видим аналог глини и хамон, как в японских мечах, которые получали, есть такие клинки, видно, что это были сложные формы закаливания, дифференцированная термическая обработка, где там слой глины делался более тонкий или снимался. И вот эта часть открытая, она имела большую твердость, то есть она на углеродивала, на углеродживание больше было. – То есть кромка была намного крепче? – И острее. Вот, поэтому мы можем говорить, что на Кавказе была своя уникальная технология производства, но это именно характерно почему-то для однодольных, вот смещенные долы, с одной и с другой стороны, кинжалов КАМа. Вот на них я встречаю, я много очень. – А вот это смещенные долы, такая серпантинообразная, S-образная форма, она, по-моему, больше нигде так не бытует. – В Турции, как турецкие идут кинжалы, в Иране мы встречаем, но я считаю, что это от нас пришло. – А качество, вот, собственно, долы, какую роль они играли? Вот ведь много было различных предположений, одни говорят, что для крепости, другие говорят, чтобы кровоток, так называемый, некоторые говорят, что для облегчения клинка, а вот, собственно, предназначение дол, оно в чем заключалось? – Ну, это, прежде всего, облегчение клинка и придание ему за счет ребер жесткости, вот как вот двухтагровые балки кладуджа, да, там, экономия металла, при увеличении прочности. Вот такой же был принцип, потому что кровь вытекает по-разному, клинок доли секунды находится в теле, и как она будет вытекать, я в книге тоже написал, это только в России такой есть термин кровосток, который абсолютно… – Ну, он бытует, он поэтому… – Да, отличая, да, далек от реальности, ну, конечно, если, допустим, дола не будет, вы представляете, если он, кама длинный, там, 67 сантиметров клинок весит 500-600 грамм, а если дола не будет дол, с одной и с другой стороны, это будет грамм 800, там он весит. – То есть это уже за счет ребер? – Конечно, конечно, конечно. И у нас, конечно, мы в этом плане, это визитная карточка Дагестана. Вот если нам говорить про Турцию, в Турцию мы сразу вспоминаем, что янычары, да? – Янычары. – Янычары, ятаганы, да. Но у них есть там немножко интересные ятаганы, в том числе вот у мамилюков, там у них атрибутирован музей, как регион Красного моря, он такой немножко серповидной формы, хопиш называется. А классические ятаганы – это вот характеристика Турции, да? Вот я считаю, что на Кавказе и в Дагестане – это кама. Это вот наш универсальный вид оружия, который столетиями помогал выдерживать вот эти интервенции колоссальные, которые прошлись по Дагестану, и монголы, и Тамерлан, и до этого, и потом войны с турками, Мустафа Паша, и с Российской империей, и Кавказская война. – 16 век, 22-й год, да. Кстати, огромная армия, 10 тысяч человек. – Огромная армия, конечно. – Которая прошла по всему Дагестану. Вот мы затронули производство оружия, и я бы хотел затронуть, опять-таки, некоторые нюансы, детализировать, и их, может быть, географически определить. Мы, известно, что кроме такого деления черкесское оружие и дагестанское оружие, ну, общего деления, дагестанское оружие тоже подразделялось на несколько компонентов. Это и известная форма кубачинское оружие, это кубачинский кремневый замок, то есть это кремневые пистолеты и так далее. – Ну, вообще-то, кремневый замок кубачинский, я, в общем-то, думаю, что более распространен черкесский все-таки. – Ну, у нас, да, но… – Да, но Асад Сториан, Эмма Григорьевна, она, как один из самых, наверное, уважаемых оружиеведов, кавказоведов, она, так, по крайней мере, говорит, оружие лакское и оружие аварское. – Ну, это три подразделения, которые приняты. Оно весьма заметно отличается друг от друга. Если вот, если вы обрисуете, да, некоторые отличия вот этих трех основных компонентов дагестанского оружейного производства. – Ну, конечно, у них есть отличия. Ну, давайте начнем с того, что, опять же, у нас оружие 18 века практически не сохранилось, и уже в 19 веке, особенно второй половине, производство оружия начало дифференцироваться. То есть некоторые села производили исключительно клинки, некоторые села делали полностью, некоторые там украшали больше, и ряд клинков было завозных, что касается сабельных, там, европейских. Надо понимать, что вот черкесское оружие все-таки у нас осталось больше, вот более старых образцов, потому что черкесов, черкесы производили оружие в огромном количестве, об этом есть историческое. – Ну, их было больше, собственно. – Их было больше. – Да, огромное количество черкесских племен, которые занимали весь Западный Кавказ. – Да, и более того, есть как бы версия, что их привлекали, они снабжали огромную часть армии монголов, Золотардынскую, потому что это были на весь регион известные по изготовлению кольчуг защитного вооружения, сабель, кинжалов. Затем, насколько мы знаем, была эпидемия чумы, да, по-моему, в 17-м, 18-м, 18-м, когда практически половина черкесов умерла. – Да, потом им досталось депортации, когда семью бросали все, продавали в Тифлисе за копейки это оружие. Кстати, потом уже в более поздних оправах эти клинки мы до сих пор находим. А в Дагестане, да, было разделение кубачей, это, естественно, украшение оружия, это серебро, это насечка по золоту, зарбуланты, зарнашин, они любили это, лаксы, это то же самое. Иногда невозможно отличить, делали в кубачах или делали, хотя там, Майма Григорьевна, действительно, спасибо ей большое, все это систематизировала и сделала для кавказских народов, наверное, больше, чем… – Большой подарок. – Большой подарок, да. – Благодаря своей книге. – Да, замечательно, дай Богу и здоровья. Она сейчас, я вот ее видел недавно, пишет еще очередную работу научную, будем ждать, когда она появится. Что касается черкесского орнамента, то он более крупный, он такой характерный. – Там геометрические рисунки, это достаточно грубая. Ну, естественно, на мой взгляд, человек, который немного владеет оружие, конечно, нету некоторой изысканности. – Ну, у всех разное мнение насчет оружия, да. – Да, да, да. – Там есть вот эти родовые как бы знаки, которые считаются, что и скотами отмечали, чтобы отличать там… – Такие пиктограммы, я бы сказал. – Да, 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 в виде рогов, таких завитков. – Кубачи, казякумуха – это, конечно, растительный орнамент, мархарай. – Мархарай, интересно. – Тута, в Палахске, тута – это цветок, мурха – это курадар, вот этот орнамент, который, кстати, я нашел на элементах ремня XIV века. Это в Крыме, это, наверное, золотордынский период, абсолютно схожий по форме орнамент, который встречался и в то время, представляете. И в Амане он встречался в XIX веке, в ружье, отделанное серебром, и в Кумухе, и в Кубачах. – Вот интересный момент, Кубачи, вы сказали о том, что какие-то элементы орнамента, а вот знаменитый барельеф кубачинский, и там тоже, по некоторым исследованиям, это фактически настоящий, снаряженный монгольский воин. – Да, вы очень хорошо осведомлены, очень приятно. Это, да, действительно, Михаил Викторович Горелик впервые опубликовал, как специалист, ведущий в России по золотордынскому периоду, реконструктор исторического костюма и вооружения. Действительно, вот это интересные, очень художественные рельефы по камню. Есть такой рельеф в Метрополитен Америка, в Лувре, в Государственном Эрмитаже и в Дагестане. Там всадники с характерными классическими, как это говорится сейчас, монгольскими колчанами, которые невозможно не отличить. – Да, невозможно. – И с одеждой характерного монгольского и половецкого типа. То есть это впервые открыло, вот это открытие делал Михаил Викторович Горелик. И этому есть объяснение. Ильхан, в подчинении которого находился ближний и средний восток, под его управлением находилась часть Кавказа. И в 1304 году он отправил персов и арабов, так называемых воинов-тазиков, в пешем строю оборонять пограничные районы. А эти воины как бы не ходили по одному. Они приходили по всей вероятности, вот как вот идут монголы, да, у них идут мастеровые люди, там, жены, куча всего. Да, и вот именно в Кубачах именно проявилось вот такое высокохудожественное искусство резьбы по камню, иконографически, вот как раз изображающие монгольских воинов. Удивительно, что это мы находим в течение 150 лет. То есть это датировано 14-15 веком, это потом исчезает. Но, правда, остается классический цветочный орнамент аравийского и персидского стиля, но он по всему Кавказу, иногда с эпиграфическим текстом включенным. Очень красивая у нас резьба по камню. Но вот в Кубачах вот этот период 150 лет. Там тимпаны, окон украшены вот такими. Я в Кубачах даже встретил в музее кусок столба каменного с изображением слона. Но, естественно, маловероятно, что зерегеран доходили слоны. Правда, это невозможно. Значит, это действительно было привнесено кем-то, теми людьми, которые в Индии побывали, в Персии побывали. В общем, дагестанским мастерам, особенно Лахским и Кубачинским, оно было свойственно быстро впитывать различные веяния и новшества. В этом плане они все-таки огромный пласт ремесленников, который работал и в Кубачах, и в Кумухе, и в других странных пунктах, они, естественно, вынуждены были подстраиваться очень часто под желание клиента. И, как вы уже сказали, после завершения Кавказской войны, это 60-е, 70-е годы, 19-е века, вот это резкий взрыв именно отходничества ремесленного из Дагестана. Можно сказать, что это можно ознаменовать как начало эры практически промышленного производства дагестанского оружия во всекавказском масштабе, наверное, да? Да, совершенно верно. Это имело как и положительные моменты, так и отрицательные. В то время как раз наблюдается снижение качества клинков, как оружие. Ширпотреб. Да, появляется много европейского оружия. И действительно, зато было проведено по семейной списке составленное. Кавказских, по-моему, 86-886 год. Да, первая перепись. Да, первая перепись. И что самое удивительное, в Кубачах на тот момент было, по-моему, зафиксировано, если я не ошибаюсь, 28 мастеров-серебряников. А в Казикумухе в это время было 248 и 67 кузнецов. При этом в отходничестве в Казикумухе около 400 человек приводится информация. А до этого в Кубачах отмечалось 200 хозяйств ремесленных. То есть, вот есть такие несостыковки, но по семейной списке они довольно подробные. То есть, это серьезный документ. И отсюда вот то, что вы говорили, действительно, мы можем видеть, что в Тифлисе, в Краснодарском крае, в Баку, в Владикавказе находилось огромное количество отходников, лакцев, аварцев, кубачинцев. И они работали в Тифлисе в армянских артелях. Естественно, многие клиники не подписаны вследствие этого. То есть, они как бы были наемными. Кто-то создавал свои мастерские. И есть такой момент. Они, конечно, по заказу делали ту орнаментику, тот стиль выбирали, который требовался заказчику. Вот известный производственник, или, можно сказать, организатор производства Гузунов из Казикумуха, который работал в Владикавказе. По-моему, там не одно даже поколение было Гузуновых. И они даже, по-моему, издавали свой каталог кинжалов и оружия, которое они производили. Ну да, они же на выставках в Париже участвовали. Это была очень известная артель, если можно так назвать. Династия. Династия, да. И удивительно другое еще, что, например, длительное время в каталогах аукционных, других каталогах, вот кавказское оружие, которое даже имело клейма мастеров, которым можно было понять, кто его сделал, оно писалось как оружие Российской империи. Иногда писалось Дагестан, иногда Кубачи. Сейчас эксперты все-таки стали более разборчивы, и уже идет какая-то детализация, и это правильно. Потому что, конечно, Дагестан входил в состав Российской империи, и Дагестан снабжал огромное количество казаков оружием. Да, почти все казачьи сословия, оно в XIX веке, по крайней мере во второй половине, в последней части, оно снабжалось именно Дагестанским мастерами. Конечно, конечно, да. И более того, черкесский костюм, мы знаем, он давно вошел, особенно в казачью среду, и вошел до такой степени, что они уже своим считают, и даже происхождение уже оспаривается. Ну, это такие небольшие нюансы. Другое дело, что костюм черкесский, очень кавказский костюм, был любим не только казакам, но и всей верхушкой, аристократической верхушкой России. Да, императора Николая, семья Романовых, мы видим на фотографиях, как он стоит цесаревичем у обоих, кавказский кинжал, у него классического типа, не украшен, только кожа и такая аскетичность военная у цесаревича уже в серебре. Мы знаем генерала Врангеля, он очень любил черкесского, и мы видим на фотографиях с кинжалом кавказским. Это то же самое было практически терское казачество, даже персы, которые обучались русскими офицерами в черкессках и с кавказским оружием. То есть оно было повсеместно. Можно сказать, что это влияние Кавказа, и в частности Дагестана, на Российскую империю. Это просто экспансия нашего костюма и оружия кавказского туда. На самом деле трудно придумать более красивый и мужественный костюм для мужчины, чем черкесский на самом деле. Не зря же в дикую дивизию многие стремились попасть из лучших родов и с аркатических фамилий России, именно потому, что сама одежда, она каким-то образом повышала их статус. Да, но великий князь был любим же в дикой дивизии. И его любили именно потому, что он не прятался за спинами, терпел те же лишения, что и обычные всадники. Они же назывались всадниками, то есть это не солдаты были. Как бы горские люди, гордые, они всадники были. И поэтому, в общем-то, считалось честью служить в дикой дивизии. Но ее и бросали в самые тяжелые места, мы это знаем, в общем-то. Возвращаясь к теме нашего оружия, мы уже дотронули отходников и производства в Абликавказе, в Тбилиси, Баку и так далее. Но случилось так, что, в принципе, пиковая точка производства оружия пришлась именно в Кавказскую войну. Можно сказать, что почему так много, собственно, 19 века есть, потому что производство было поставлено на промышленный поток в Имамате. Все, фактически, мастера так или иначе работали на снабжение армии. И оно было утилитарным. То есть главным, основным критерием было не украшение, а именно боевые качества. То есть хорошее качество ствола, крепость Калинька, его классические боевые свойства. Но война закончилась. Это в свойства уже нет необходимости. То есть боев нет, боев нет. Кавказ наконец-то обрел мир. По большому счету можно сказать, что, собственно, с присоединением Кавказа к России многовековая и, может, тысячелетняя история войн на Кавказе, вот таких бесконечных, постоянных междоусобиц, между соседями селами, между соседями обществами, между феодалами, собственно, кровная месть, которая бытовала очень широко, она завершилась. И, собственно, одним из таких проявлений этого, итогов этого, стала, собственно, декоративность. То есть нет необходимости в боевом использовании. То есть оно было практически единичным в случае использования оружия. Но становится декоративным. Хотя вот эти имена мастеров, которые работали, вот всем известный Базалай, да, Эмма Григорьевна, также вводят это имя в отдельную категорию, поскольку это стало фактически нарицательным именем хорошего кинжала. Это как среди персидского оружия потом ставили клеймо Асадулая Сватхани, это считалось придворным кузнецом Шаха Аббаса. Как знак качества уже ставили на все. И это тоже Базалай любили очень ставить, даже не на клинки мастера. Интересная история. Исход Базалая из Сагратля в книзне Казанище в 18 веке и практически 4 или 3 поколения, которые ковали кинжалы вплоть до конца, середины 19 века, да, почти. 100 лет эта семья. Поменьше, наверное. Но, к сожалению, кинжалов все равно мало осталось. Не так много. Да, их немного. Я имел такое счастье наблюдать несколькими кинжалами. Конечно, ощущение совсем другое. У них есть энергетика. У них есть потрясающая энергетика. Любое старое оружие, оно было энергетикой, и тут невозможно. И после такой истории, после таких мастеров появляется новая волна, скажем так, да, новая волна мастеров, которые работают и по всему Кавказу, как мы уже отметили, да. И их дальнейшее продвижение, выставка в Париже, выставка в Петербурге и так далее, некоторые продолжают производить даже и в советское время, почти до 40-х годов. Ну, это только кубачи. Да, только. Мы можем сказать, что, ну, есть информация, что в Кубачах, по-моему, в 37-м году уже было уже 400 мастеров. То это значительно больше, чем было в 19-м веке. Ну, мы так, я так предполагаю. И, конечно, за счет того, что кубачи сохранили вот свою вот эту самобытность и вот эти ювелирные промыслы, они известны, потому что весь 20-й век никого не осталось, только кубачи. Ну, они фактически сделали, они перепрофилировали производство оружия именно на, значит, ювелирные украшения. И декоративное оружие, да, совершенно верно. Колоссальный удар по оружию кавказскому, я вот не помню, в каком году закон вышел, это, по-моему, до войны было, а сдача оружия была. 28-й год. Да, да, да. Вы представляете, сколько было уничтожено замечательных экземпляров или заставляли обрезать у кинжалов, даже в музеях мы видим, с обрезанным острием оружие замечательное, испорченное. Конечно, и старые образцы пропали. Мы из-за этого потеряли много оружия. Да, это потеря большая, особенно ощущая, понимая, что все-таки, собственно, без оружия, без этого культа оружия и культуры оружия, не культа, а больше культуры оружия, все-таки оружие было, имело значение несколько больше. Конечно. Это не только, это сдерживающий фактор, который... Это передача преемственности поколений, это семейная, семейная реликвия, скажем так, которая переходила от деда к отцу, от отца к сыну и так далее, во все поколения хранилась. Вот мы, говоря о саблях, вот незаслуженно, может быть, забыли шашку. Шашка, которая возникла в черкесской среде, это, если не ошибаюсь, шашхуа, да? Длинный нож переводится с адыгского... Ну, я бы сказал, термин, наверное, возник в черкесской среде, да, это сашхуа, мы знаем, это длинный нож, да? И вот она фактически повсеместно на Западном и Центральном Кавказе вытеснила все оружие, именно такое, длинное клинковое оружие, рубящее оружие садника. Только в Дагестане осталось, сабля стала бытовать вот до последнего периода, то есть даже не было вытеснено. Мы всем видим на фотографиях, что и Мам Шамиль, значит, во время фотосъемки, он именно держит в руках шамшир, и не только он, а очень много других. Такая отец того, что сабля сохраняла ультилитарную, боевую такую составляющую. Чем, собственно, главное отличие шашки от сабли шамширского типа? Ну, прежде всего, отличие в эфесе, в рукоятке. Сабля традиционно имеет крестовину для защиты руки. Традиционная классическая персидская сабля, она состояла из крестовины булатной, как правило, потом две накладки из дерева или из белой кости, моржовая или слоновая, и навершие в виде металлического колпачка. Довольно такая простая форма, потому что это было функциональное оружие для боевых столкновений. Шашка, как правило, имела характерную ручку, которую мы знаем. Утопленную в ножны? Она утапливалась почти до окончания в ножны. Иногда на Кавказе встречались вплотную, подходила ручка, то есть не совсем она была утоплена. Традиционно считается, что у сабли, конечно, более тяжелый клинок и с большим изгибом, а шашка более легкая и имеет меньший изгиб. Ну, наверное, это следствие того, что все-таки тактика сменилась. Защитное вооружение тоже перестало быть тяжелым. Поэтому вот эти кольчугины перестали бытовать. Панцирь уже не стал. Да, да, да. Поэтому эволюционизировало и длинноклинковое оружие вот в шашку. Я думаю, что, конечно, шашко – это адыгское слово. Но при этом мы встречаем и в Персии шашки, и в Афганистане, и в Турции, в музеях Турции, там есть турецкие тоже. Ну, вот интересный момент. Вот Келермонтов в знаменитом произведении «Кавказец», он, обрисовывая офицера Кавказской армии, русского офицера, облачает его в бандитскую бурку, в кинжал базалай, шашка гурда, кабардинский конь. Гурда, при ближайшем рассмотрении, оказывается генуэзским клинком классического генуэзского типа, то есть итальянский клеймо. Да, генуэзское клеймо, только имеющее набор, да, то есть кавказский набор, то есть это рукоятка и ножны. И просмотри, многие шашки, которые мы видим в музеях, в частных коллекциях, имеют на себе клеймо венгерские, золингеновские, то есть немецкие. Конечно, да, пусао, да, волчок. Да, пасао, да, волчок, ну, пасао – это два волка. Многие, конечно, были копии их, сделанные здесь, но, тем не менее, вот форма этих клинков, она фактически неотличима от формы классической кавказской шашки, да, то есть она вот, ну, за редким исключением, может, там долы отличаются или там что-то возможно. Ну да, экспериментировали мастера, конечно. Я согласен, вот с клеймами действительно интересная ситуация, я вот в своей работе, кстати, вы ее довольно высоко оценили, конечно, я не могу говорить, что это такая уникальная работа. Это работа, написанная, прежде всего, коллекционером. Я через призму коллекционирования рассказывал, ну, естественно, я изучал историю, ездил по музеям. И вот клеймо «Гурда», о котором вы сказали, оно встречается практически везде. На индийских тальварах, сделанных в Индостане, на азиатских саблях, шашках, на кавказских, естественно, на генуэцких. Вот, поэтому это просто было тоже, как бы, знак качества, который, может быть, ставили для повышения стоимости. Это часто встречалась такая технология увеличения стоимости нанесением клеем известных мастеров. Ничего не поменялось за все это? Ничего не поменялось, притом не только на Кавказе. Все говорят, что на Кавказе подделали любое. Ну, и в Индии то же самое делали, и арабы делали то же самое. Во все времена была одна и та же технология продажи оружия. Камиль, ну, наша передача, к сожалению, завершается. Очень интересная тема, близкая к каждому мужчине, к каждому кавказцу. Я желаю вам новых изданий, новых работ, исследования вот этой интересной темы. Тема оружия, тема холодного оружия. Все-таки холодный оружие несет в себе большую силу и какую-то энергетику. Да, надо было сражаться глаза в глаза, к сожалению. Тут не получалось как-то издали убивать, как вот сейчас войны происходят. Я еще раз благодарю за ваш визит. И желаю успехов в вашей деятельности. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. Ну, мы с вами прощаемся. Напоминаю, что в эфире была программа «Новка в Дагестане». До новых встреч в эфире. То, что мы знаем, ограничено, а то, что не знаем, бесконечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова